С мужчиной по имени Алекс, приключилась забавная и пугающая история. Ему на день рождения подарили квадрокоптер с видеокамерой, и он решил испробовать его в деле. Возможность снимать видео с воздуха всегда привлекала его внимание, и теперь у него появился шанс воплотить свои творческие исследования. Одним солнечным утром Алекс отправился в поездку в пустыню. Он выбрал уединенное место, где можно было попробовать свой новый квадрокоптер. Спустив его на землю, он включил видеокамеру и начал свою видеосъемку, попутно делая фотографии с воздуха. Мир лежал перед ним, и он был готов запечатлеть его во всей его красоте. Внезапно Алекс заметил нечто удивительное и необъяснимое на одном из кадров. Каким-то образом на ранее пустынных просторах возникла странная конструкция, напоминающая летающий корабль. Кадр был похож на сокол тысячелетия из известной киносаги «Звездные войны». Алекс был потрясен и заинтересован одновременно. Он решил выложить фото в свою социальную сеть и спросить у друзей, что это могло быть. Через несколько часов, когда Алекс уже готовился к сну к нему с неожиданной поспешностью вломилась полиция. Вошедший в комнату офицер выглядел встревоженным и серьезным. Оказалось, что его фото с вызывающим кадром пролетающего корабля привлекло внимание не только его друзей в социальных сетях, но и сотрудников правоохранительных органов. Офицер велел Алексу сопровождать его в полицейский участок для дальнейшего допроса. Алекс был в шоке. Чего они хотят от него? Как он мог знать, что это фото вызовет такую реакцию? Он согласился пойти с полицейским, но его голову заполнили сотни разных мыслей и предположений. Прибыв на участок, Алекс был помещен в небольшую комнату, где ожидало его несколько полицейских. Они задавали ему вопросы о том, где он сделал это фото, что ему известно о тайных военных базах и как он мог попасть так близко к стратегическим объектам. Алекс отвечал, что ничего не знает о военных базах и что фото было сделано случайно. Он постарался объяснить, что квадрокоптер был подарен ему на день рождения и он только хотел испытать его возможности. Полицейские выглядели недоверчиво, но внезапно в комнату ворвался мужчина в форме. Он представился как агент ФБР и сказал, что Алексу повезло, что он был замечен. Как оказалось, строение на фото было частью секретной военной базы и Алекс, не желая этого, стал неофициальным свидетелем военного объекта. Агент объяснил, что фотографирование таких объектов запрещено и может привести к серьезным последствиям. Алекс испытал чувство облегчения и в то же время ошеломления. Он не мог представить себе, какая опасность скрывалась за его невинной фотографией. Агент ФБР признался, что фото привлекло их внимание, потому что база была в процессе реконструкции и снимки могли стать ценными для конкурирующих группировок, желающих узнать тайные разработки. Ситуация была разъяснена и Алексу удалось доказать, что он не является частью никакой шпионской сети. Вернувшись домой, Алекс решил больше не рисковать и быть осторожнее с подобными ситуациями. Он благодарен, что случайно обнаруженное фото не привело к более серьезным последствиям. С тех пор Алекс продолжил свои творческие эксперименты, но уже безопаснее. Инцидент с секретной военной базой научил его осторожности и показал, что даже самые невинные и забавные события могут иметь серьезные последствия. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.